Приветствую вас. Ну, в принципе, мои коллеги, в принципе, достаточно подробно ответили на ваш вопрос, я бы выделю ответ Марины Голиковой. Она, на мой взгляд, блестящий ответ РОВА, и мне кажется, что её ответ достойен того, чтобы оценить. Вот, я свои страшные, тоже скажу свои пару слов, вот, в свойственной мне манере. Может быть, в каких-то аспектах я буду повторяться, в каких-то аспектах я, вероятно, может быть, скажу что-то новое, но... Так, значит, хочу, чтобы вы меня постарались слышать. Первое и самое главное, это то, что, мне кажется, вы не осведомлены в полной мере о том, что такое вообще, говоря, подростковый возраст у ребенка. У мальчиков что такое, что такое подростковый возраст у мальчика, вот, и как он вообще этот самый подростковый возраст протекает, какие у него, там, грубо говоря, особенности есть, да, что из себя он представляет. Вот, и какие могут быть у всего этого последствия, это первое. Вот, мне кажется, что вы не, ну, не отдаете себе в этом отсчет, в полной мере. Потому что, вообще говоря, в подростковом возрасте дети как раз-таки склонны к обесцениванию всего, дети склонны к такому противоречию, ну, вот, к... к такой борьбе, вот, оппортунизму, то есть это нормально абсолютно. Реакция, да, ребенка, да, она, безусловно, может быть неприятной, конечно, вот, этого никто не отменял, но реакция, в принципе, вполне нормальная. Подростковый возраст, в принципе, характеризуется тем, вот, что человек проверяет границы, человек проверяет границы, пробует новое что-то, человек переформировывает, переформатирует свои привычные модели поведения, привычные модели суждения и так далее. И, в общем-то, это в большей степени травма для своего ребенка. Тогда как вы, на мой взгляд, для того же взрослого человека, ну, ведете себя достаточно уязвимо. Ваша позиция, она, вот, это позиция уязвимого, уязвимого человека в достаточной степени. Дальше. Неправильный поступок, вы пишете ребенка 12 лет. В подростковом возрасте все поступки являются неправильными. И это, вообще-то говоря, абсолютно нормально. Такой подростковый возраст получает неправильные поступки. Другой вопрос, каковы последствия, каковы причины и основания для этих самых поступков. Но что делаете вы? Вы, вы, вы оцениваете действия своего ребенка. И если вы можете оценить действия своего ребенка, если вы можете позволить себе оценить действия своего ребенка, то скорее всего и ребёнок может позволить себе оценить ваши собственные действия. Следующее, пассивность. Значит, пассивность в целом, глобальная пассивность, это зажатие и накопление. Ну, ближайший аналог, вот прям ближайший-ближайший аналог, который можно привести, это анальный тип личности, анальное поведение. То есть, ну, я не буду, наверное, сейчас об этом говорить, да. Отдельно тем, просто скажу, что вы можете подсчитать на эту тему про аналитики. Вот, скажу только то, что пассивность, она в какой-то степени правит. Вот. И скажу, что если человек пассивен, если человек, какие-то вещи делает против своей воли, да, и знает, например, что вы знаете, что он это делает против своей воли, то у него может появиться желание вас наказать за то, что вы якобы заставляете его делать какие-то вещи. То здесь у него формируются позиции жертвы, позиция такая вот, в какой-то степени, к сожалению, манипулятивная. Вот. Но самое главное, самое главное, что это обуславливает проявление агрессии. Любая пассивность обуславливает проявление агрессии. Причем, самый такой вот, знаете, неожиданный момент, когда этого вообще не ждешь. Когда вообще, прям вот, вот, когда не ожидаешься подобного. Вот. И опять же, такое ощущение, что у вас есть ожидание относительно того, что ребенок должен всегда вести себя вот таким образом. То есть всегда должен быть, значит, ну, вот таким, как бы он есть, да, и, собственно, никакой агрессии у него быть не должно, никакой компенсации за его пассивность, чтобы его пассивность быть не должно. Вот. А единственная компенсация, которая у него может быть, это то, что вы, грубо говоря, ему позволяете. Вот. То есть то, к чему, грубо говоря, вы сами же его располагаете. То есть по факту ребенок, ну, лишён, лишён возможности, да, самостоятельно принимать решение и самостоятельно сделать выбор. Кроме того, мне показалось, что вы, вот, перечисляете в какой-то степени список его, ну, заслуг, что ли. То есть вот вы пишете, что учится хорошо, занимается спортом, значит, достаточно замкнут. В школе есть друзья, он на хорошем счету. То есть вот есть такое ощущение, что ребенок у вас чересчур, что называется умный, чересчур привыкший мыслить, мыслить, нежели чувствовать. И перекос идёт, наверное, в сторону вот этого, в сторону мысли, нежели чем чувствовать. Ребенок почему-то считает, что отбывает обязаловку в семье. Что, как бы, говорит об этом, вот его поведение в целом, это глубинное отражение того, что вы от него чего-то ждёте. Что вы от него чего-то ожидаете. Что вы, что ребенок чувствует ваши ожидания, что ребенок чувствует, что он должен на постоянной практической основе ваши ожидания, ну, вот, удовлетворять. Ребенок чувствует, что на постоянной основе должен реализовывать ваши ожидания. Ребенок чувствует, что на постоянной основе должен соответствовать вот этому образу правильного ребенка. Ну, правильному. Этому образу правильного сына или идеального сына. Как угодно можно это, в принципе, называть. Вот. Ну, и, конечно, хорошего в этом, для вас, по крайней мере, ну, ничего нет. Потому что... Ну, потому что не совсем естественно такое поведение. Не совсем естественно для... Ребен... Ну, для ребенка. Дальше. Значит, однако достаточно замерзно общается в семье, скажем, с нас, девушка. Бывают, конечно, проблески, активность, но редко, но редко неладко. Собственно... Почему вы считаете, что... Ну, должно быть иначе. Почему вы считаете, что... Ребенок... Ну... Должен вести себя по-другому. Вот. Почему вы считаете, что... Он... Вот то, как он сейчас ведет себя с вами, да, это неправильно. То есть, ну, замерзно... Ну... Такой человек, он... Как я понял, да, он... Вроде как... Он... Не тяготится... Своим... Состоянием. Он не тяготится... Своим... Ну, вот... Своим поведением. Он не тяготится этими... Этими... Моментами. И... Вы... Почему-то... Вот... Хотите это изменить. То есть, одно дело, если бы... Человек... Эм... Как-то вот испытывал... Эм... Ну, испытывал... Эм... Дискомфорт... От того, что... Эм... Вот он такой. Это одно дело... Если бы он испытывал дискомфорт. Но его, вроде бы, все устраивает. То есть... Эм... Ситуация... Эм... Ну... Выглядит ситуация так, что... Вы пытаетесь его... Подогнать... Эм... Под... Свои... Эм... Представления о том... Как... Должен... Вести себя... Ну... Ребенок... Как должен вести себя... Как должен реагировать... И... Так... Дало... Дальше... Я в следующем... Пытаюсь его расположить... На регулярное общение... То есть... Приучая... Общаясь о том... Что произошло за день... Играциями с игры... Настольно... Ну... Опять же... Здесь... Момент... В том, что... А... Хочет ли этого... Чела... Эм... Человек... А надо ли ему это... То есть... Ну... Вот... Вы приучаете... А... Ему-то это... Вообще надо... Эм... Хочет ли он обсуждать... Эм... Дома... То, что... Ну... Вот... Ну... То, что вы... Эм... То, что вы считаете... Вот... Ну... То, как... То, что вы считаете... Он должен обсуждать... Эм... Вот... А если он не хочет... Что тогда... Вот... Ну... Эм... 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 В такой ситуации... Что... Если он... Если он... Если он не хочет... Эм... Эм... Обсуждать дома... Например, какие-то вещи... Вот... Эм... Эм... У него нет выбора... Эм... Приучать ребенка к тому, чтобы... Эм... Эм... Общаться дома... Это выглядит странно... Вы... Абсолютно естественную историю... Пытаетесь... Эм... Эм... Ну... Подвергнуть... Эм... Некоторому... Эм... Эм... Ну... Регламенту, что ли... Вот... Вот... Ну... На мой взгляд, это... Эм... Эм... Не соответствует... Эм... Эм... Самим... Основам... Общения... С... Эм... Ну... Вообще общения людей... Я бы... Я... Я бы... Я бы... Я бы сказал... Вот... Хотя вы... Конечно... Может быть... Со мной... Не согласитесь... Вот... Здесь... Дальше... Играться в местные настольные игры... Эм... Эм... Так... Играться в местные игры настольные... Например... И ездить... Эм... На семейный праздник... Это просто... Когда руляет в общей компании друзей... Ну... Опять же... Все это... Эм... Индивидально очень... То есть... Это... Все он может... Эм... Может ребенку нравится... А может ребенку и не нравится... Как бы... Большая штука... И... Вот... Эм... Что делать... Если ребенку... Эм... Не нравится... Что делать... Если ребенку... Если ребенку нравится... Зачем ему... Например... Едать настольные игры... Эм... Если... Они... Ему... Ну... Вообще... Не интересно... Да? Зачем ему... Эм... На семейный праздник... Если это... Если это... Если это... Ему... Не интересно... Опять же... Эм... Ну... Это... Добросток... То есть... Вот... Непонятно... Если... У вас... Эм... Эм... Свои представления об этом не есть, вы вроде бы хотите человеку помочь, но в то же время, кто делается в большей степени это, как заметил, ну, как заметил мой человек, да, вот, вы это делаете больше для себя, вот, и, на мой взгляд, это, ну, просто, ну, такой вот, своего рода, ну, двойные солдаты просто получаются, и, соответственно, ребенок может чувствовать подобную неискренность, ребенок может ощущать подобную неискренность, вот, и в результате этого может, как раз-таки, проявляться вся эта история с его поведением. Дальше он не отказывается, но делает это, по моему мнению, неизвежливости, дабы не расстроить меня, так вы же этого хотите, вы этого хотите, если вы этого хотите, он и делает это неизвежливости, чтобы не расстраивать вас, а как должно быть по-другому. Очень часто сидит в гаджетах, по поводу которых я его попрекаю, периодически. Так, а вы пробовали, эээ, манценировать, ээ, человека, да, так сказать, эээ, пробуждать живой интерес, у него, к тому, чтобы в этих, ээээ, как вы говорите, гаджетах не сидеть. То есть, если ему интереснее сидеть в гаджетах, чем с вами, это вопрос к вам, это не к ребенку вопрос, это к вам вопрос. Но вы, наверное, считаете несколько по-другому. Дальше. На днях я увидел его телефонный гаджетакон в одной из социальных сетей, там он будет переписка с другом, которая по-другому рассказывает друг другу, как про все новогодние праздники кому-то подарили. Ну, вы знаете, эээ, по поводу того, что вы, эээ, прочитали, эээ, ну, вообще, позволили себе прочитать, эээ, переписку, эээ, значит, своего сына, да, это вообще отдельный, отдельный разговор. То есть, я думаю, что вам, вот, ну, стоило бы спросить, эээ, себя, почему я настолько не уважаю или обесцениваю, эээ, свой бараберга, что могу позволить, эээ, себе, вот, читать ээээ, его переписку, личную переписку, которая не подозначена больше ни для кого. Это первое. Второе. Исходя из того, как ваш ребенок себя ведет, да, при том, что он, эээ, при том, что он достаточно скрытен, при том, что он, ну, вот, достаточно замкнут в себе, эээ, я рискну, предположить, я, конечно, не уверен в этом, но я рискну предположить, что, эээ, что это произошло специально. Эээ, не сознательно, не сознательно, безусловно, но специально. То есть, вполне вероятно, что человек, эээ, интуитивно, интуитивно, эээ, оставил аккаунт открытым, чтобы вы увидели то, что он написал, и тем самым у него была бы, эээ, возможность показать вам свое отношение. Вот, хотя бы, ну, таким способом. Немного, конечно, израселим, но тоже способ. Вот. Ну, а дальше, вы говорите про чувство стыда. Давайте по порядку. По порядку, значит. Так. Выясняется, что подарки от родителей – это худшее, что могло быть присутствовать, именно и нецензурные, и непечатные слова. Ну, вот здесь, с одной стороны, я вас понимаю, когда вы говорите про нецензурные, непечатные слова, с другой стороны, я… Мне кажется, что, вот, присутствует некая такая вот, ну, у вас уже, может быть, не изолжатство, такая вот, ну, нормативность, что ли, да? То есть, вот это правильно, это неправильно. Такое вот очень четкое разделение. В противном случае вы бы, ну, немножко по-другому отреагировали на то, что есть нецензурные, ненормативные слова, потому что для современных детей это нормально. Вот. Абсолютно нормальная история. Вот. Что касается подарков, то, опять же, родители с подростков очень редко могут понять, редко, 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 кто находится, насчет, 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 с ними, в, ну, на одной волне, грубо говоря. Вот. И из-за этого достаточно сложно понять, что ребенку нужно. Это абсолютно, ну, нормальная история. Абсолютно нормальная ситуация. Дальше, ну, значит, это тот Новый год, когда подарки от друзей лучше, чем от родителей. Ну, прям, просто, друзья понимают лучше и значения пытаются больше, даже родители обесцениваются. Каждый подарок подругается пренебрешительной издевательской критике, к сожалению, моего получения. Ведь надо помочь, что у сына, как у многих здоровых людей, и все есть, все его желания, которые, кстати, немного, исполняются надо. Это здорово, что исполняются радость. Но для чего? Для чего исполняются? Вот, у меня такое ощущение, да, что, вот, вы как будто бы покупаете лояльность своего сына. Вот, я понимаю, что это звучит грубо, да, 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 топс. Вот, но есть такое ощущение, что вы покупаете лояльность своего сына. Потому что чувствуется, что вы, вот, начинаете считаться, да, ну, вот, ну, кто что сделал, для кого сделал, да, и так далее, вот. То есть, опять же, желания желаниями, да, но у подростка желания, ну, разные могут быть, и они достаточно сложными могут быть. Дальше. Перед Новым годом лично спрашивал его, что ему подарить. Он долго не мог ответить, потом бросил новые фирменные кроссовки, купили их ему, но в диалоге с руками этот подарок даже не упоминает. Ну, это значит, что он выбрал то, что вы ему 100% купите, а не то, что он хотел. Что-то просниться. Что же подарили мы вместе, мы еще вместе с бабушкой и дедушкой? Пять книг, большие красные энциклопедии, рекорды Гиннеса, самы известных людей в мире, конструктор Лего, ворван другу, в войну. Ну, опять же, энциклопедия, рекорды Гиннеса, известные люди в мире, я не очень понимаю, зачем это нужно. Подростку, честно говоря, конструктор Лего на любителя, на любителя, очень сильно на любителя. Ну, вот, три тысячи, три тысячи, да, это, пожалуй, единственное, что может в пользе для себя использовать. Подросток, парфюм, дезодорант, ну, это, для подростка, это признак, что вы его старите. То есть, видите, по факту вы, как бы, подарки, да, кроме кроссовок и денег, все это мимо. Ну, а чего дать от дедушки-бабочки? Нафиг мне этой вонючки, что я с ними должен делать? Ну, опять же, это его реакция. И не очень понятно, как это задевает вас. Именно задевает, если вы это делаете для него. Вот. И если вы хотите наладить контакт с сыном, то это значит, что вы его не знаете. Вы не знаете его, не знаете, чем он живет. То есть, это, по идее, вас мотивировать должно на то, чтобы пересмотреть форму общения с ним. Может быть, как-то, вот, снизить требования свои к нему. Читать его диалог с другом, да, если это некрасиво читать, то жизнь любит. И так получилось. Это неоправданно. Это неоправданно для взрослого человека, это неоправданно. Было очень неприятно и обидно, упался на мои глаза. Ну, про это хорошо сказала Марина Голикова. Я, честно говоря, не знаю, что можно добавить. Я, наверное, хотел бы сказать только то, что, ну, если сын может упасть в ваших глазах, значит, у вас к нему есть ожидания, у вас к нему есть требования. И ожидания, то чему удивляться, что он, ну, вот, ведет себя таким образом, как он себя ведет. Потому что эти требования, это всегда про неискренность отношений. Понимаете? Какая история. Так что все вполне логично, все вполне вэкономерно. Так, значит, обещают. Не то, что не понравится подарка, дайте перед своим друзьям и чернить своих родственников, вы за какую-то ерунду. Ну, опять же, не как правильно заметила коллега, не родственников, а подарки. И как-то вы на себя здесь принимаете. Опять же, родственники – это, в первую очередь, люди, да. Их, если с людьми отношения не вкладываются, почему подросток должен свои чувства скрывать? Почему подросток должен, ну, не выражать то, что он чувствует. А то, что ты не оправдал ваши ожидания, это уже в большей степени вопрос к вам. А вот насколько, насколько оправданы ваши ожидания. И как много ваших ожиданий из того, чего хотите вы сами. Дальше. Ну, я допускаю, что в переписке, может быть, были еще очернения именно у вас. Вы просто этого не сказали. Но вы говорите, что это какой-то ерунды. А какая ерунда, если это подарок вашему сыну? Подарки вашему сыну. То есть, простите, вы считаете подарки ерундой? Я не очень понимаю. Вы противоречите себе. Вы говорите, что вот он, значит, черный родственник, опираясь на то, что ему не понравились подарки. Что он обесценивает их, но при этом сами же называет ерундой подарки. Так неоправдает ли сын как раз-таки ваше восприятие этих самых подарков? Вот. Потому что, если я человеку что-то дарю, и дарю человеку от души, ну, мне, мне сложно назвать это ерундой. Не потому что я там, грубо говоря, жду чего-то, а потому что я вкладываю что-то в подарки. Вот. Форматика какая штука. Поэтому поменьше мир это позиция, ну, двоярка. Поменьше мир. Вот именно. Ну, именно. Поменьше мир. Вот. По большей мере это, ну, двойные, двойные. Дальше, также пишет другу, что ездил с родителями на Кобек, ехать не хотел, но сказал, что хочет и поехал, нафиг мне этот каток сдался. Когда приехал, катка очень довольна, время привели замечательно. Но опять же, если вы больше про себя говорите, не про него. Теперь эта ситуация у меня глотит, чем и как стыдно за сына. Как конкретно, стыд за сына надо бы раскрыть, вот, ну я бы, по крайней мере, раскрыл, что вы вкладываете, вот, ну, в это вот, в это, ну, в это понятие, да, в эту вот фразу, которую вы говорите, что вам стыдно за сына. Я бы, как-то вот, хотел бы, наверное, чтобы вы, ну, более, более, более подробно эту тему как-то вот раскрыли. вот, потому что это достаточно, ну, достаточно важный момент. вот. Дальше идем. Естественно, это как поступить в данную ситуацию. Надо поговорить с синемами. Ну, вот видите, опять же, вы пишете, что надо поговорить с синем. с синем. Вот. А, ну, с чем вы тут говорите, что вы ему скажете? А, понимаете, здесь нужно пересмотреть к себе отношения. в первую очередь, к себе разобраться, а потом уже, к сыну, потом уже обращать, а с сыном разговаривать, вот. Именно как наставник, как родитель и так далее. Вот. А сейчас вы будете высказывать ему какие-то вот претензии, да? И, как, опять же, правильно, сказала моя коллега, коллега, сын ваш еще больше, значит, ну, себе замкнет. Вот. Это очень важный момент. Вот. Поэтому определите, что вы хотите для своего сына, что вы хотите для себя. и то, и то, моменты важные, и то, и то, моменты очень, очень ценные, вот. А дальше уже будет видно, в каком направлении вам двигаться. Вот. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Всё.